Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Здравствуйте, друзья. Эта программа начинается Другой Мир. Она сегодня выходит в эту среду в 16 часов. И в нашей студии ведущая этой программы Татьяна Доли. Здравствуйте. Добрый день. И специалист по энергии человека. И сегодня у нас по скайпу будет очень интересный гость, представляющий основанную им школу структурной психосоматики, психолог Андрей Минченков. Здравствуйте. Добрый день, Андрей. Так, а у нас звука нет, мы не слышим, Андрей. А так слышно меня? Да, всё, сейчас уже слышно. Да, я вас слушаю, да. Здравствуйте, Андрей. Да, ещё раз добрый день, добрый день. Очень рада вас видеть в нашем эфире. Ну, в принципе, и видеть, и слышать. И я так полагаю, что это не первый раз. И многие слушатели вас уже слышали и видели, и обучались у вас в Риге. Поэтому вы не новый человек. Видел, конечно. Да, да. Конечно, любимый город свой, конечно. Давайте, может быть, мы начнём с того, что поговорим о том, что же такое телесно-ориентированная терапия. Вообще, может быть, немножко в двух словах об истории её, как она вообще возникла. Ну, я с огромным удовольствием расскажу, хотя тема совершенно необъятная. Направление телесно-ориентированной психотерапии или телесно-ориентированной психологии, там психологи психологии называют, терапевты психотерапии, направлению уже больше ста лет. И создал его один из ближайших учеников Зигмунда Фрейда, Вильгелия Мраех. Я рассказываю такие общие какие-то вещи, которые многим очень известны. Но, тем не менее. И это был первый человек, по крайней мере, психоаналитической традиции, который заметил связь между психологическим состоянием человека, между психологической проблематикой и структурой тела. И теми напряжениями, которые в теле формируются, как реакция на определенную проблематику, на определенный стресс, хотя такого слова еще не было. Его Силье в 1936 году предложил. Но он понял, что эта связь есть, связь глубокая между психическим переживанием и телесным проявлением. Она есть, она может быть исследована, она может быть устранена определенным образом. И, по большому счету, он вступил в огромнейший конфликт всем психоаналитическим сообществам, потому что время он свое опередил на очень много лет. И он впервые, в чем его, на мой взгляд, величайшая заслуга как телесно-ориентированного терапевта, как создателя направления, это очень подробное описание вот этой связи тела и эмоций, о том, как эмоциональная жизнь записывается в тело. Вот он описал семь сегментов мышечной брони, которые часто называют пояса Райха, придумал, разработал целый комплекс упражнений, что с этим делать. Очень удачно, на мой взгляд, очень удачно создал сочетание телесной работы с психоаналитической работой. И он понял, что как раз работа с телом, работа с телесными проявлениями, работа непосредственно руками с зажимами, с поясами, она очень актуализирует работу психотерапевтическую, она ее ускоряет, и она дает очень большой результат. Вот он заметил удивительные вещи, прикасаясь к телу, а ведь Фрейд к телу не касался никогда. Наоборот, он отворачивался от пациента, который лежал на кушетке, чтобы не видеть его каких-то невербальных проявлений. Чтобы почувствовать, наверное, да. Да, с точностью, да наоборот. А вот Райх как раз стал обращать внимание на структуру тела, на структуру зажимов. Это и выражение лица, это и хронические паттерны напряжений, зоны напряжений. Это и поза, это осанка. Конечно, и до него на это обращали внимание. Конечно, если мы посмотрим и Гиппократа, и Авиценну, и китайскую медицину. В той же первой книге по китайской медицине Хуандина Идзин, «Рошад желтого императора», «Хуандия в внутреннем человеке», мы уже увидим, что, я процитирую, гнев поражает печенью, желчный пузырь, излишняя радость ранит сердце и перикард, страх поражает почки и мочевую и так далее. Поэтому такие взаимосвязи между эмоциями, состоянием органов и реакцией внутренних органов и систем, они были в китайской медицине известны давно. Но вот именно в европейской традиции, именно в психотерапевтической традиции, конечно, Рай был абсолютным пионером, он шёл по целине. Ну вот так вот, наверное, я бы сказал. Ну вот сегодня, наверное, хотелось бы как раз поговорить нам о теле, как о зеркале психологических проблем, что тело действительно отражает все психологические проблемы человека. Всё, что накопилось за всю жизнь, оно всё хранится в каких-то определённых местах. Правильно я понимаю, что в определённых местах? Вот как вы говорили, да? Вот я буду высказывать, Татьяна, свою абсолютно частную точку зрения. Это точка зрения практикой, которая занимается с 1986-1987 года. То есть я 30 с лишним лет занимаюсь этим. И вот в этом плане то, что я буду говорить, это очень субъективно. Я могу так сказать. Конечно, есть определённые места в теле, вот это называется психоэмоциональные зоны, где действительно хранится память о наших переживаниях, чувствах, эмоциях, память заблокированная, память амнизированная. По большому счёту, к этому многие люди приходили, к этому пониманию. И нейрофизиологи приходили, и телесные терапевты, и массажисты, и народные целители. Совершенно с разных сторон. Вот от эзотерики до батопсихологии. То есть люди приходили разными путями к одному и тому же пониманию. Райх понимал, что если удивительным образом просто прикоснуться к зоне челюсти, у человека может пойти немотивированная агрессия. Он может вспомнить какие-то подавленные эмоции. Если действительно промассировать поясницу определённым образом, это уже определённые технологии, это долгие разговоры, если дойдёт время, мы поговорим. Да. Они будут актуализировать вещи, связанные с подавленными страхами, даже родовыми страхами. Китайцы очень хорошо называли околопопочную зону кладбищем эмоций. И действительно сейчас говорят о кишечнике, о желудочно-кишечном тракте, как о втором мозге. Да, да, да. Очень часто об этом говорят. И как раз масса патологий в китайской медицине. Вот знаменитый доктор Бо, который лечит, разработал ещё в 1972 году метод именно акупунктуры в области живота для работы в основном психосоматикой. Вот с такой. Поэтому многие приходят к этому, что действительно психоэмоциональные зоны существуют, но у разных авторов немножко разная топография зоны. Как обычно и бывает, не бывает единого мнения, безусловно. У каждого специалиста есть свой опыт, и каждый опыт имеет место быть. Это действительно так. Но есть какие-то… Своя карта, извините, пожалуйста, которая у него работает. Это работа этого специалиста. Это же определённый фильтр, который мы накладываем. Своё понимание через свою парадигму. Она может быть энергетическая, она может быть психоаналитическая, эзотерическая. И она будет работать, потому что вы какие-то вещи, всё равно вы видите объективную реальность через эту призму. Извините, я вас перебил? Нет, нет, всё в порядке. Я как раз об этом и говорила, да. Хорошо, тогда вот такой вопрос, может быть, для тех людей, кто не сталкивался с телесной терапией и не знает, что это такое. Я думаю, что среди слушателей есть такие люди. Чем он отличается, телесная терапия, от массажа? Да, обычного массажа. Потому что и то, и другое, оно как будто бы соприкосновение с телом руками мастера, да? Ну, конечно. Но мой любимый вопрос, и который я студентом первую лекцию начинаю, для меня ответ достаточно простой. Всё-таки к телесно-ориентированному психотерапевту люди приходят с психологической проблематикой. Вот с этого бы я начал. Они приходят с семейными кризисами, с эссенциальными кризисами, с личностными кризисами, с психосоматикой. К массажисту, к мануальному терапевту вы с этим не приходите. Да, верно. С самого начала различается запрос. Да. Инструментарий чем-то похож, но в большинстве техник он достаточно сильно отличается. Потому что в телесной психотерапии это тоже огромнейшее, даже не река, это море с огромным количеством рек, которые в него впадают. Уже сотни направлений. От очень мягких, больше связанных с чувством, осознанием, с очень такой медленной процессуальной работой, ну, там вот, модинамика, например, да? До таких достаточно жёстких методов, как вот рахианская терапия. Райх всё-таки был достаточно жёстким терапевтом. Как биоэнергетика Лоуна, как Рольфинг. Но смысл, на мой взгляд, если мы говорим о телесных вещах, когда мы всё-таки касаемся тела человека, когда всё-таки человек является субъектом нашего воздействия, всё-таки терапевт зрячий, осознанно понимает, что при прикосновении и проработке каких-то зон он, скорее всего, получит какую-то эмоцию, воспоминание, актуализацию проблематики, с которой он будет работать, в том числе и психотерапевтическими методами. Вот в этом плане телесная психотерапия – это замечательный катализатор процесса. Это ускоритель процесса. Вот Райх это и заметил, что психоаналитическая работа в десятки раз ускоряется. И вот, я думаю, здесь фундаментальнейшая разница между массажными вещами, которыми я занимался много лет, которые я очень люблю, особенно китайские техники, техники БЭС-терапии, которые в своё время Евгений Жизуев разработал, техниками знахарства русского, целительства, которыми я тоже много занимался. Но мы должны понимать, что телесно-ориентированная психотерапия где-то между психологией и непосредственно техническими практиками. Да, я тоже так вижу. Потому что, когда приходишь к массажисту, который действительно не просто релакс-массаж делает, а который делает его достаточно интенсивно и сильно, всё равно высвобождаются какие-то блоки. То есть происходит, человеку легче становится, какое-то облегчение наступает после того, как ему сделают массаж всего тела. Потому что что-то выходит, какие-то эмоции выходят. Что выходит, это никто не осознаёт и не анализирует в этот момент. Ему просто стало легче. Даже всё это и не надо. Да, да. На тот момент задача была просто размять тело, и, безусловно, что-то освобождается. Точно так же, как если сделать массаж лица, приходят к массажисту, сделать массаж лица тоже становится легче, и всё расслабляется. Конечно, конечно. А здесь уже идёт работа, безусловно, с эмоциями. И вот, может быть, такой вопрос, вот как происходит сам сеанс, когда человек к вам пришёл, ну вот к вам как к специалисту? Как у вас идёт сеанс? Просто, наверное, это действительно интересно. Хорошо. Ну вот смотрите, я скажу так. Я всё-таки иду всегда от запроса клиента. Я всё-таки психолог, который закончил Петербургский университет. И поэтому я всё-таки психолог, и потом уже, хотя телесной терапией начал заниматься раньше, чем психологией, но так получилось совсем рано, в 18 лет там, 35 лет назад это давно было. Поэтому я бы так сказал, я иду от запроса. Запрос может быть нескольких видов. Вот с чем мне приходится сталкиваться. Если речь идёт о профессиональном выгорании, о сильнейшем, ну скажем так, пострессовом синдроме, сейчас это огромнейшая проблематика, она была и до коронавируса серьёзная. Да, да. Это огромнейшее психоэмоциональное перенапряжение у людей бизнеса, у людей, помогающих профессий. Там, конечно, в первую очередь я начинаю с тела, я максимально подробно узнаю симптоматику, я узнаю субъективное описание, где это напряжение, субъективные переживания, образные какие-то вещи. А потом уже есть целый ряд практик, это синтез разных методов. В основе там и русская знахарская традиция, какие-то элементы зуевского беста, очень много из китайского массажа, из разных направлений, не только китайского, тибетского. Когда я уже вот это напряжение глубинное снимаю. По определённой методике. Вот кто у меня в Риге учился, и очень много учеников их, 10 лет я проводил семинары, вот, поэтому с огромным удовольствием. Поэтому они знают, как это внешне выглядит. Это определённый реалитационный комплекс с помощью терапевта, где очень глубоко, медленно прорабатываются определённые зоны тела. Огромное внимание уделяется зонам головы, и огромное внимание уделяется надкоснице, потому что в костях скапливается огромнейшее количество напряжения. Вот в чём дело. Вот честно скажу, я не очень понимала, что действительно в костях может скапливаться столько напряжения. Ну вот, смотрите, ещё в 16 веке Жакен Дебеле, замечательный французский поэт, написал, что «нет боли тягостней, чем скрытая в кости, нет мысли пламени, чем та, что в заперти, и нет страдания сильней, чем скорбь немая». Вот «нет боли тягостней, чем скрытая в кости». Потому что вот это глубинное эмоциональное напряжение всё равно потом уходит, к сожалению, в кости, в костные структуры. И вот как раз все глубинные техники – это техника рольфинга, техника 20 века, это китайский массаж, это шиацу, другие похожие техники. Они работают очень много с костями, они очень много работают с надкосницей, немного достают напряжение непосредственно из костной структуры. Вот это очень важно. Да, это интересно, правда. А если человек приходит с проблемой психологической, допустим, семейный кризис, я сначала работаю как вербальный психотерапевт, как обычная работа, но потом мы очень быстро доходим до вопроса, а как это выражается в теле, что ты при этом испытываешь, а что ты при этом чувствуешь. И вот очень быстро при таком разговоре, человек говорит, знаете, у меня ощущение какого-то комка в области горла резинового. И ты начинаешь какие-то вещи подробно узнавать, или кол в бит, или нож в спине, или самые разные могут быть метафоры, или оборочек, или веревка вокруг горла. И любой такой образ – это закодированная проблема. Там огромнейшее количество информации. И вот тут уже можно работать метафорически, можно работать как юнгианский аналитик, можно работать, трансформировав вот эту телесную метафору, вот эту вещь в теле. Там очень много путей. Но очень важно, что здесь, конечно, надо очень много работать с символическим посланием. Это символическое послание нашей психике, нашему телу, я бы так сказал. Или послание тела. И человек чаще всего это послание игнорирует. Возникают разного рода разрывы. Возникает то, что называется очень удачно сенсорная глухота. То есть человек отрезан от тела, он нечувствителен. И вот есть великая русская знахарская пословица. Я всем студентам ее на первом занятии говорю. Ум знает, а тело не пускает. Вот с этим мы и сталкиваемся постоянно. Почему такой сейчас большой интерес телесно-анитивной психотерапии? А потому что любая вербальная психотерапия, какой бы ни был замечательный психотерапевт, вы очень быстро доходите до некого предела. Предела, когда вы упираетесь непосредственно в тело. Тело не пускает. Вы можете все осознавать, все понимать, даже больше, чем нужно иногда. Но вы знаете, даже массажисты, когда делают массаж, вот я часто, я сторонник массажа, я люблю массажи. Я очень много лет хожу. И если серьезный массажист, он чувствует тело, он говорит, вот дальше тело не пускает. Я говорю, можно посильнее, например, да? Они говорят, нет, дальше тело не пускает. Вот об этом речь, что до какой-то степени мастер может дойти, а дальше он чувствует, что еще тело пока не дает. Ну просто вы, кому вы ходили, у людей очень высокоразвитый эмоциональный интеллект, очень высокая эмпатия, чувствительность очень высокая. Тело не любит любых изнасилований. Ни тело, ни психика не любят этого жанра терапевтического изнасилования. То есть всегда надо дойти до того предела, когда тебе комфортно, когда с одной стороны идет какой-то процесс серьезный, а с другой стороны это не является насилием со стороны терапевта. И вот на самом деле это очень тонкая грань, и здесь огромное количество этических проблем, много всего. Это очень непростая сфера деятельности, это на самом деле телесная терапия. Там очень еще Рай в свое время это понял, что там очень многое зависит от личности терапевта, от доверия терапевту. Безусловно. Я бы даже сказала, что это первое, когда выбираешь специалиста, и ты идешь, в общем-то, ты доверяешь, ну какие-то интимные вещи, безусловно, да. Соответственно, я сама, в свою очередь, когда искала для себя, для меня очень важный момент был, я очень долго смотрела на фотографию этого специалиста, насколько мне комфортно было бы с ним работать. Это очень-очень тонкая энергетическая связь возникает между пациентом и специалистом. Ну, конечно, конечно. Ну, потому что прямой контакт с телом – это вещи все равно очень интимные для большинства людей. И вот здесь многое зависит от проработанности терапевта. Человек это очень чувствует. 90% информации транслируется невербально. И вот поэтому все контрпереносы, все сексуальные переносы, все какие-то агрессивные состояния, они очень хорошо считываются клиентом, они воспринимаются иногда и чаще всего на бессознательном уровне. И поэтому здесь, конечно, не только нужны какие-то знания, чувствительные руки и хорошие руки, а какое-то понимание, какое-то принятие клиента. Ну, я бы так сказал, наверное, собственная проработанность, как бы это не трактовать. Конечно, я думаю, понятно, о чем идет речь. Ну, вот мы сейчас подошли с вами к теме, которая достаточно, на мой взгляд, актуальна сейчас. Вот тема, как чувствует свое тело. Я тоже неоднократно сталкивалась с людьми, которые не чувствуют. Они в какой-то момент своей жизни, они как-то уговорили себя, заставили себя не чувствовать боли. Это же можно сделать, да? Когда мы подключаем эту чувствительность, мы не чувствуем свою боль, соответственно, мы не чувствуем и боль чужих людей. И мы не чувствуем не только боль. Есть люди, которые свою замечательно чувствуют, а вот чужих не очень. И такие варианты есть, да. Но и не чувствуют в то же время и каких-то позитивных моментов, потому что они полностью отключились. И вот как может ли человек сам научиться чувствовать свое тело? Вот как вы сказали в начале нашей беседы, что голова отдельно, тело отдельно. Да. Вот как, может ли человек сам научиться чувствовать? Вот когда вы ведёте работу с клиентом, вы же тоже, вы говорите где-то, в каком месте вы чувствуете какие-то ощущения? Ну вот смотрите, ведь как великий терапевт Эриксон говорил, Милтон Эриксон, любое лечение – это всегда обучение. Я с ним абсолютно согласен. По большому счёту человек потерял какие-то навыки контакта с собственным телом. И для него диким кажется вопрос, вот я очень злюсь на свою мать, как ты это ощущаешь? Где сидит эта злость? Я не понимаю, где он, как же в голове. Но это что, текст какой-то говорит? Как ты понимаешь, что ты должен злиться? Вы такие вопросы задаёте, но вот как будто горячий шар, наверное, какой-то. Вот как только вы фокус внимания сосредотачиваете на каких-то ощущениях, человек потихонечку начинает это осознавать. Выводите в зону осознания клиента эти вещи. Именно поэтому самому очень тяжело, особенно если вот эта сенсорная глухота сильная, если отрезанность от тела, особенно после сильных стрессов, особенно в постстрессовых всяких состояниях. Ну допустим, классический случай какое-нибудь насилие. Да. Смейное насилие, сексуальное насилие. Вот год назад чуть меньше был большой фестиваль по сексологии, первый семинар в Нарве, недалеко от вас. И вот у меня был как раз мастер-класс по работе с травмой, именно методами телесной терапии, сексуальной травматики. Огромнейший был интерес, с битком было всё. Ну потому что, и там в общем очень серьёзные были специалисты, и кандидаты, и доктора наук, и психиатры, потому что огромный интерес вот к реальной практической работе. Ну это тема служит... Очень сложно, вербальными методами очень сложно. Вот человек говорит, у меня комок там внизу живота, или там разбитые, ощущение разбитой бутылки. Вот пока вы руками эту разбитую бутылку, или этот резиновый комок, и говорит, у меня вся матка залит агудроном, например, женщина говорит, вот пока вы это не вытащите, не поможете вместо одного ощущения создать другое, человеку будет очень сложно. То есть он умом всё понимает, но происходит вот спазм, какой-то спазм, неважно, спазм во время публичного выступления или во время сексуальных каких-то вещей. Вот самостоятельно достаточно сложно, но тем не менее есть и комплексы упражнений. Очень много сейчас. Сейчас есть обращения там к литературе начала 20 века, где очень много интересов. Вот сейчас прошло 100 лет, и люди обращаются, особенно к каким-то системам физического развития, которые, казалось, были забыты. А сейчас огромнейший интерес, вспышка вот этого огромного интереса, где вот буквально по элементам ты начинаешь ощущать своё тело, внутренние органы, мышцы. Вот своеобразный такой европейский цигун, своеобразная йога там 19-20 века. Целый континент, который мы забыли абсолютно. Вот сейчас к этому идёт возвращение, слава Богу. Это отдельная тема, это огромная тема, которая меня просто лично очень интересует сейчас. Да, конечно, конечно. Я сам занимаюсь этими практиками, они мне очень нравятся, они... Вот может быть даже буквально каких-то пару примеров самого простого, с чего человек мог бы для себя, вот вообще неподготовленный человек, вот просто начать. Безусловно, если человек уже пришёл на приём к специалисту, телесно-ориентированному специалисту, и уже пару, один-два раза провёл работу, как вы и сказали, он уже обучился хоть какому-то навыку услышать, почувствовать, а если он ещё ни разу не был. И вот просто даже вот такие пару рекомендаций, таких домашних рекомендаций, как человек может вот просто начать слушать своё тело. Ну, я бы с очень простых вещей начал с классики, вот с абсолютной, да, когда вы просто... Вот эти все техники заземления и центрирования, вот просто пусть слушатели запомнят два слова, заземления и центрирования. Это самые такие простые вещи, казалось бы, да? Ну, мы очень честно говорим, земля из-под ног уходит, да? Колосс на глиняных ногах. Ведь язык, он метафоричен, он отражает метафорически замечательную реальность. Душа в пятки ушла. Конечно. Поэтому несколько раз просто вот вы лучше стоя, да, чувствуете свои стопы, просто ударяете плотно стопами по полу, по земле. Да, чтобы почувствовать их. Что вы стоите на ногах, да, плотно. Почувствуйте центр подошвы, очень важно. Вот представьте, что там тёплый шарик в центре подошвы, это как раз зона почек, надпочечников. Если... Это лучше стоя делать. Через копчик, вот мысленно притяните ниточку, через позвоночник, к макушке. И представьте, что вас тихонечко-тихонечко вот так тянут. Подтягивают, да? Подтягивают. Это наш великий балетмейстер Игорь Моисеев, это его любимое было упражнение, он с этого начинал все свои мастер-классы. И вот, и вы волей-неволей начинаете центрироваться, начинает возникать ощущение внутреннего стержня, ощущение, что вас подтягивает, что у вас разворачиваются плечи, что вы центрированы, вы симметрично становитесь. Вот ощущение стержня, ощущение заземленности. Вот с этих очень простых вещей. Я всегда советую какие-то практики типа цигуна, йоги. Это всегда очень хорошо. Много сейчас, очень много направлений. Вот имбодимент очень модный, а сейчас направление очень хорошее. Многие занимаются достаточно простые упражнения, которые позволяют научиться чувствовать тело. Но такие упражнения были. Аристотель еще в поэтике писал, известны немногим. Вот очень многие упражнения, они есть в системах физического развития еще XIX века, где очень подробно многие вещи просто расписаны. Вот просто как всякие типы волевых гимнастик, вот как чувствовать свое тело, как чувствовать каждую мышцу. Да, да. Вот по элементам, как вот связывать ее с другими мышцами. Вот задолго до Фильденкрайса эти вещи, в общем, уже были описаны. Очень интересно. Целые четкие комплексы методические, обоснованные, очень интересно. Все гениальное просто. Да, я всегда советую все-таки с преподавателем начать заниматься, потратить несколько уроков взять, конечно, таких вот вещей. Все не сможете сделать или сделаете неправильно. Лучше вот один раз сделать правильно, сходить в специалисты, которые просто ставят какие-то вещи. Замечательно всегда, чтобы почувствовать свое тело. Я очень рад, что сейчас это стало модным, популярным. Это всевозможные практики пения. Вот любое пение, вот когда в руки вокала, это очень-очень здорово, потому что вы неизбежно выстраиваете свое тело, вы начинаете концентрироваться, вы понимаете, что такое диафрагма, понимаете механизм звукоизвлечения. Ну вот эти вещи, они очень хорошо помогают телу. Плюс это еще и помогает самовыражаться, научиться самовыражаться. Ну конечно, как любое творчество. Не надо обязательно там быть образцовый или каруза. Это можно для себя делать, что может быть иногда и лучше. Андрей, может быть, давайте поговорим с вами, что такое психосоматика и что такое психосоматические болезни. Это ведь тоже достаточно интересная тема для, я думаю, и для слушателей в том числе, потому что мы все слышали, уже все слышали, что есть такая психосоматика. Но я думаю, что не все понимают значение этого слова. Что же такое психосоматика, психосоматические заболевания? Я могу сказать, как человек, который написал толстую книгу методы структурной психосоматики, я все меньше и меньше понимаю. Потому что каждый понимает что-то свое. Но я могу так сказать. Это, конечно, заболевания, в основе которых лежит либо стресс-фактор определенный, какие-то психические причины, психологическая проблематика лежит в основе. Выявить ее можно только при беседе с специалистом. Либо самостоятельно, задав себе несколько вопросов. Но мы же понимаем, смотрите, об этом написано столько, я сам веду огромнейшие семинары по консультированию и в Риге вел целые циклы годовые. Вот объяснить, как устроена психосоматика, с одной стороны, вроде бы очень просто. На бытовом уровне все проблемы, все болезни от нервов. Да, вот бабушка на сцене. Но с другой стороны, мы понимаем, что это определенный способ решения некоторой проблемы. Вот я бы так сказал. Психосоматика, чаще всего, вот если мы говорим, это много разных причин, разная природа. Либо это реакция на стресс, на травму. И сейчас понятно, что это, конечно, очень часто так может быть. Любое насилие, любая шоковая травма, любая несправедливость, то, что является дистрессом очень сильным для человека, конечно, может вызвать психосоматические проявления. Но очень часто это и способ решения какой-то проблемы. Допустим, человек, как мы говорим, ушел в болезнь, как он может уйти в религию. Да, да. И вот, понимаете, сейчас огромнейшая, на мой взгляд, очень опасная тенденция все психосоматизировать. Вот психосоматический компонент есть практически везде, в любой патологии, в любой проблематике. Но компонент... Извините, я вас перебила, но мне кажется, сам человек, простой человек, не специалист, он, наверное, не сможет отличить. Он может только догадываться, что возможно. Но, в принципе, это довольно сложно отличить от заболевания, например, горла. Заболело горло? Это может быть как психосоматическое заболевание, то есть отражение чего-то, чего он там не хочет делать или что-то, да, и таким образом его организм и его тело так блокирует, да? Или же человек просто элементарно подцепил какой-то вирус и заболел гриппом, да? Ну, я вам скажу одну вещь, я слушателям своими скажу сейчас, да? Вы же просите какие-то простые рекомендации. Просим, просим. Я дам вот свою рекомендацию. Понимаете, психосоматика – это всегда повторяемость, это всегда какая-то патологическая стратегия, скажем так. Согласна, да. Нет повторяемости, как правило, нету и психосоматики. Но вот у меня замечательный был случай, не такой давний, когда клиентка буквально заболевала, там и температура, и заложенность горла, там и... ровно за неделю до приезда, в кавычках, любимой свекрови из другого города. Да, да. Ну, как только она уезжала, она заболевала, куда-то отъезжала к маме, чтобы не видеть там маму мужа, да? Нигде не контактировали, они друг друга не переносили. Ну, как только за день до ее отъезда и становилось лучше, и как только того уезжала, вся симптоматика проходила в течение там двух-трех часов. Вот когда мы видим такую повторяемость, когда есть определенный контекст, когда есть определенный раздражитель, и сам человек это связывает. Он говорит, ну, наверное, какая-то психосоматика, судя по всему. Вот вы четко связываете раздражитель, психологический какой-то, внешний раздражитель, внутренний раздражитель. Как только получаете там письмо от какого-то человека или звонок, и вы заболеваете, ну, не надо быть специалистом, чтобы как-то эти вещи связать. Ну, вот смотрите, есть же еще такое, что очень свойственно детям, которые получают любовь, внимание своих родителей, когда они заболевают. Ну, это известный, общеизвестный факт, и это очень опасная такая тенденция, которая была и в мое время, во время моего детства, она и существует сейчас, я думаю, она существовала всегда, да, когда мама или там папа, да и вообще все родственники начинают тебя любить, когда ты заболел, да. В целых людей очень часто так же, абсолютно. Ну, я просто привела пример детей, чтобы быть более корректным, да. вот, и на самом деле это, вот как, как такую, как эту проблему решить, потому что у ребенка есть, это называется, наверное, вторичная выгода, то есть ему действительно, он получает эту выгоду, ему хорошо, когда он заболел. С одной стороны, ему тяжело, у него может температура, но ведь он заболел для того, чтобы получить нечто большее, любовь и внимание. Ну, может быть, просто давать любовь, внимание без этого? Вот. Понимаете, вы говорите, как проблему решить, уже даже в самой формулировке, с точки зрения кого проблему решить? С точки зрения родителей, чтобы так ребенок себя не вел? С точки зрения родителей, я сейчас имела в виду. Чтобы он получал. Это любовь, внимание, которой ему, может быть, не хватает. Да, да. И он может это получить только одним способом. У палки-то два конца, да? Мы, как терапевты, не можем на чью-то сторону вставать. Нас интересует максимально эффективное решение этой проблемы. Ну, наверное, с точки зрения родителей, если они приходят, вот у моего мальчика проблема там, или у девочки, да? Ну, может быть, найти какие-то способы давать ребенку другие стимулы, другие поощрения, а этот способ сделать неэффективным. Ну, а как? То есть, немножко его обесценит. Ну, поболей, хорошо. И фиксировать совсем другие вещи. Ну, скажем так, в нашей традиции, к сожалению, хорошие вещи чаще всего не замечаются, а за неудачи ругают. Но, может быть, сделать как-то другое. Слушай, ты такой молодец, классно посуду, по-моему, ты мой помощник. Может быть, как-то по-другому создать вот эти связи нейронные новые, да? Чтобы у человека, наоборот, поощрять его не к заболеванию, а к развитию какому-то. Ну, на этом вся педагогика основывается. Понятно ведь и другое, что у родителей, у семейной системы, это огромнейшая, любимейшая моя тема, как у человека, который много занимается семейным консультированием, у всех свои интересы. Вы должны понимать, что это не только вторичная выгода у ребенка, они могут быть у мамы, например. Которая берет больничную и не идет на нелюбимую работу. Ну, как примерно. Как вариант, конечно. Как вариант. Поэтому это все намного сложнее. Я не хочу давать простые ответы на очень сложные вопросы. Это будет примитизация, это будет ложью. Конечно. Каждая ситуация, она индивидуальна, безусловно. Поэтому надо разбираться, надо комплексно разбираться в структуре этой семейной системы, потому что там много всего, там нету одной какой-то правды. И вот очень часто психосоматика может быть у всех членов семьи. Ну, вот так вот, когда семейная, это является той скрепой, которая эту семейную систему скрепляет. Да. Но очень часто. Потому что, если ты вылечишься, если ты выздоровеешь, ну, тогда непонятно, что объединяет-то вас. Вот это очень частые вещи. Вот мне приходится психосоматикой работать очень много. И вот как раз телесная терапия, если к ней вернуться, она здесь просто незаменима ничем. На фоне и в сочетании, еще раз повторюсь, глубокой аналитической работы. Потому что все, вот все проблемы созависимости, все проблемы вот созависимых отношений, они, как правило, область солнечного сплетения, живота, вот там, как правило, вот концентрируются эти ощущения очень сильно. Вот вот этих патологических связей разного рода. Поэтому вот как только вы на чувственном уровне даете клиенту, помогаете получить эффект отпускания, освобождения, сразу вся система начинает совершенно по-другому работать. Вот это всегда очень интересно, потому что ты вроде бы работаешь с телом, а получаешь эффект совершенно другой. Человек может даже какие-то вещи не проговаривать. Вот это один из специалистов хорошо назвал хороший массаж, если мы вернемся вот к чего мы начали, неназванная психотерапия. Мне очень нравится понимание такое. по-моему, Марк Сандомирский термин ввел. Неназванная психотерапия. Ты идешь к массажисту или к остопату с проблемой чисто физической, а получаешь гораздо больше, чем мог бы получить. Конечно. Конечно. Ну вот так, наверное, то, что касается психосоматических аспектов каких-то. Может быть, мы можем поговорить еще о том, вот как семейные проблемы. Вы достаточно много работаете с парами, да? И вот как можно решить вопрос, например, пара не знает, надо ли ей, ну, какая-то создалась ситуация непонятная вообще, сохранять брак, не сохранять, да? Я думаю, к вам неоднократно обращались с такими вопросами. Я могу так сказать, Татьяна, я не семейный психотерапевт. Я сразу могу сказать, что я с удовольствием работаю и таких огромное количество случаев, но когда приходит какой-то один член семьи. Все-таки я не отбираю требований семейных психотерапевтов, это их, как бы, кусок хлеба, это их стезя. Но в тех случаях, когда пары приходили, я в исключительных случаях их беру, всегда был хороший результат в ту или иную сторону. Ну, вот смотрите, потому что чем хороша работа с системой? Не обязательно, чтобы все были на виду, да? Но ведь обычно приходит, вот смотрите, я приведу простой пример, но это обычно приходит ведь тот, кому это больше нужно, правда? Конечно. Но кто заинтересован? Конечно. Ну, вот смотрите, жена говорит, я больше с этим человеком жить не могу, он мне всю там душу измотал, я не могу, он там абьюзер, он газлайтер, он просто негодяй. А мужчина говорит, я не понимаю, я приношу деньги, я всех обеспечиваю, вот она живет в прекрасном доме, ее вытащил там из какого-то заштатного городка, она еще чем-то недовольна. Я ее не бью, не обижаю, меня все устраивает, у меня нет проблем. И вот понимаете, вот в этом случае, а с чем работать-то в рамках семейной психотерапии? Поэтому, конечно, я работаю с тем, кто пришел, с его запросом. С его запросом. Конечно, конечно, поэтому, ну, если женщина хочет уйти или там ее брак не устраивает, или мужчина, но мы с этим и работаем, а что его не устраивает, а что вообще происходит между, а что он хочет вместо этого? Очень часто вскрываются совершенно другие подробности, что у человека давно там другая семья, допустим. Много-много-много всяких нюансов, и вот поэтому, ну, скажем так, я в этом плане всегда адвокат своим клиентом, я не прокурор, я человек в этом плане, я не знаю, как надо, как правильно жить. Да. Я хочу понять, как удобно и правильно жить этому человеку, да, вот с его взглядами, с его религиозными, социальными, там, национальными убеждениями, а как правильно, я не знаю. И вот поэтому вот здесь, ну, скажем так, ну, как вот еще в 12 стульях монтёр Мечников говорил, персонаж такой, что согласие есть продукт обоюдного непротивления сторон. Вот если эти точки соприкосновения находятся, тогда и семейная система может восстановиться и развиваться. А если их нету, или они построены на ложных основаниях, вот есть ли смысл сохранить нежизнеспособные системы? Конечно. Вот я поэтому и спросила, вот пришла к вам женщина, да, она вот хочет сохранить семью, к примеру, и вы с ней работаете, но там можно работать, можно смотреть, почему такие создались, такая ситуация, что там какая-то, ну, совсем она конфликтная, почему человек пришел к вам, да, но если, например, вторая сторона, ну, не хочет, тут можно, конечно, работать, можно докапываться до глубин, но насильно, мил не будешь, да, ты не можешь человека заставить, ну, например, просто разлюбил, да, есть такое понимание, просто разлюбил, ничего, ничего плохого, ничего негативного, да, просто вот уже, ну, нету чувств. Татьяна, я так скажу, вот, все начинается с корректно сформулированного или корректно поставленного запроса клиентского, его помогает сформировать терапевт, если запрос некорректен, я работать с ним не буду, классический некорректный запрос, я для, как психолог, я хочу, чтобы он вернулся, а он сам-то хочет, ну, вот вы и сделаете, чтобы он это, вернулся, это запрос к магам, к эзотерикам, это магическая картина, мира, это немножко другое совершенно, я как психолог под это не подпишусь, я скажу, что извините, но я вот сделать ничего не могу, вот мы можем с чем-то другим работать, да, чтобы вы приняли эту ситуацию, ну, потому что, ну, невозможно, ну, я бы так сказал, замечательно, великий русский, замечательный русский философ Розанон говорил, все человек может, если захочет, одного не может, захотеть, если не хочет, ну, вот захотеть, если не хочет, невозможно, да, ну, вот если человек с тобой жить не хочет, но тогда всегда вопрос, а зачем этот мертвый театр, это вот замечательное выражение Станиславского, мертвый театр, да, ну, огромное количество семей живет этим мертвым театром, когда формально какие-то семейные связи есть, а по сути, там нет ни отношений, ни сексуальных отношений, ни близости, ни тепла, чисто экономические какие-то связи, всегда вопрос, а зачем, а для чего это все сохранить-то, из-за каких-то только социальных вещей, ну, тут сразу вы выходите на ценности человека, на убеждения, на глубинные его какие-то представления о жизни, мировоззренческие какие-то конструкции, конечно, а без этого я говорю просто о том, что нету какого-то отдельного вида терапии, которая все решает, вот телесная терапия, это замечательный помощник, вот, в решении таких системных, сложных, непростых вопросов, один из инструментов, а вот отдельно телесной терапии, наверное, нету, либо это просто замечательный, великолепный вид массажа, там, я поняла, такой телесный, да, это уже немножко другое, это тоже очень классно, замечательно, великолепно, но это чуть другое. Ну, к сожалению, наш час уже подошел к концу, и, в общем-то, мы получили такую, время пролетело, у меня столько еще вопросов, но, в общем-то, мы получили картину, какую-то картину и о телесной терапии, и о психосоматических заболеваниях, действительно, для тех людей, я надеюсь, кто никогда с этим не сталкивался, и не работал, может быть, какая-то у них уже картинка есть, да, большое вам спасибо, Андрей, очень было приятно с вами побеседовать, всего хорошего вам. Мне тоже. Спасибо огромное за беседу, надеюсь, увидимся еще. Обязательно, обязательно, всего хорошего вам, до свидания. Всем моим рижским друзьям огромнейший привет. Я думаю, что они все слушают, а если не в эфире, то смогут прослушать в записи, запись доступна на YouTube-канале Радио Болтком. Если вы мне потом ссылочку скиньте, я вам буду признать. Обязательно, всего хорошего вам, до свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания.